посмотрим на фильтр ларсона сиконины в применении к обработке солнечной короны фильтр изначально конечно разрабатывался для кометных хвостов или обработки кометных голов то есть морфологического анализа кометных изображений но отчасти он полезен и при обработке короны так как гораздо лучше чем имеющиеся традиционные алгоритмы выделяет именно радиальные структуры то есть расходящиеся лучи разнообразные но чего-то много в кометах но вот в частности в солнечной короне хотя применять его к солнечной короне не так удобно и не настолько полезно по большому счету для каких-то серьезных вещей вот у нас сейчас тут гоняется цикленная анимация можно посмотреть какое влияние оказывают на исходное изображение два основных параметра этого фильтра вкратце что происходит внутри фильтра он переводит декартовые координаты x y для каждой точки в полярные координаты в ро и фи с центром ну в данном случае в центре солнца в случае кометы это будет ядро кометы а дальше задается некое смещение например добавка кро плюс-минус там какое-то количество градусов и порт добавка к фи пардон плюс-минус какое-то количество градусов и добавка кро то есть смещение на то или иное количество пикселей и получается копия изображения с некоторым смещением она вычитается из исходного изображения поскольку нас там их 2 до плюс минус то вот эти два две разности складываются потом мы получаем изображение с гораздо более четким выделением допустим вот там радиальных структур каких-то хотя очень здорово видно что то что мы получаем сильно зависит от настройки параметров особенно там rotation and degrees как он меняется очень здорово меняется вид вплоть до такого который уже никак не ассоциируется с короной естественно это артефакты соответственно первое что нужно помнить про фильтр не все его установки одинаково полезны то есть какие-то откровенно приводят к результатам но не имеющим ничего общего не только с реальностью там даже пусть там приукрашены но это просто откровенно какие-то перебор поэтому в общем-то основная трудность это подбор параметров которые все еще дают возможность чего-то там украсить но при этом явно не не являются чем-то уродливым как вот например крайние значения в данном случае дальше ну будем говорить в основном офисворки да в общем то только офисворки так как он имеет этот фильтр готовый еще раз повторюсь если у нас нет такого готового фильтра в каком-то редакторе его можно сочинить имея операции поворота на определенный угол и вычитание ну и последующего сложения изображений то есть там сделали две копии с поворотом там плюс 5 минус 5 градусов вычлили их по очереди из основного потом что получилось сложили вот получили некий аналог алгоритма ларса насеканины а у нас есть вот такая картинка солнечной короны момент полного затмения привезенный из южной америки ириной и все здорово кроме пары моментов хочется может быть чуть-чуть выделить подробности строения короны внешне особенно но насколько ее можно здесь проследить поэтому я так немного выстригу из общего изображения так прежде чем выстригать час два слова о том что это у нас raw открылся да и raw импортируется fits work через то через внешнюю библиотеку поведение который зависит ну в общем-то от ее настроек и в данном случае у меня настройки вот такие вот load camera raw все галки сняты это даст мне самую беспроблемную с точки зрения ну скажем так цвета баланса там или еще чего-то картинку хотя она жестоко обходится с пересветом часть информации которая есть вот здесь на границе пересвеченной можно было бы попытаться вытащить но это не настолько нужно может быть не настолько скажется на результате поэтому этим заниматься не будем отдельная песня может быть даже лучше сделать преобразование из рава в какой-нибудь там 16-битный кив или там еще куда-то какой-то сторонней программы типа дпп или raw therapy но ладно будем оставаться вот в рамках вот этой нашей истории спецворком вот мы открыли raw он пока еще не дебайронный то есть содержит вот сетку фильтриков преобразуем его в цветное изображение processing by interpolation demosaic camera raw здесь стоит галка camera color profile лучше ее снять она в идеале применяет цветовой профиль определенной камеры если он не узнал там достаточно большая библиотека в этой библиотеке в сшитых камер но на мой вкус она постоянно ошибается или вот ладно в любом случае мы цвет трогать либо вообще с собой не будем еще сделаем из него же черно-белую либо он правится в любой момент как только захотите поэтому вот эту галку мы снимаем generate image странная логика появляется картинка через какое-то время а вот эту штуку потом надо закрыть нажав cancel вот у нас осталось две картинки одна это исходный raw 2 с префиксом rgb это уже цветное изображение ну тут можно даже видеть что фон обрел некий такой синеватый окрас соответствующий небу сумеречному и вдоль limbo появились красноватые пятнышки соответствующие областям четкие были там еще чего-то еще раз напомню мы не боремся за внутреннюю корону она пересвечена и как-то вот решить эту проблему красиво не удастся потому что тут вот ну как ты не удаляй от белый от максимума вот это вот эта штука никогда не потускнеет настолько чтобы не появились детали поэтому так более-менее нормализуем и ну может быть разве что там чуть-чуть выпечем гамму чтобы ну вот получше видеть где кончается эта самая корона вот эту область мы возьмем с собой для обработки чтобы не обрабатывать весь там космос целиком вырезали кроме того возьмем еще например ну и уменьшим знаю там допустим на 70 процентов 70 процентов оставим просто для того чтобы ускорить обработку при желании можно как сработать на полном разрешении здесь сейчас я просто себе чуть-чуть сокращаю время вот такая вот штука стримеры корональные неплохо видны особенно вот эти вот большие такие толстые какая-то какие-то вот здесь вот вверху торчащие маку с макушки волосинки снизу и сверху но в общем то как бы мы не играли с тонированием с контрастом там с еще с чем-то они будут конечно видны где-то лучше где-то хуже но все равно недостаточно контрастно попробуем сделать вот такую штуку предварительно переведем изображение в черно-белый вид вот здесь вот есть color image black and white полюминанс у нас тогда пропадут всякие оттенки всякие там четкие были но это опять же в три раза сократит время на обработку так как обрабатываться будет один канал серый они три rgb и попробуем покрутить картинку фильтром ларсона сиконины тем самым для этого отметим центр диска это делается в общем то на глаз никого другого способа здесь нет и желательно это сделать более менее точно параноидальная точность тут не нужна никакая но если будет смещение заметное то появится лишняя асимметрия распределение вот этого яркого яркой внутренней короны чего не хватало еще вообще напомню фильтр взял для комет поэтому там ядро обычно выделяется четко маленькое зернышко здесь живут у нас такой огромный черный диск вот например на прицелились его центр и зовем фильтр ларсона сиконины процессинг спешил фильтр ларсон сиконина него два параметра напомним предварительно снимем вот эту галку smooth angles прямо говорит что слову да она занимает гораздо больше времени хотя результат чуть-чуть ровнее получается и может быть стоит ее ставить при финальной обработке но подбирать именно параметры можно без нее и нажав калькуляет мы получим вот с теми параметры которые установлены какую-то версию тут что видно видно сразу что изображение ну целиком состоит вот из каких-то особенностей короны внутренняя корона она стала черной внезапно в этом нет ничего удивительного это равномерная по сути область она была вычтена из такой же равномерной области получился 0 то есть поэтому она так потемнела чуть-чуть покрутя гистограмму можно там проследить где у нас там эта корона остается ну и в может быть подбирать оптимальные значения на что будет если мы уменьшим там в градусах поворот у нас вылезут более тонкие волоски хотя вот такие крупные структуры постепенно растворяться начиная да вот в крайнем случае у нас уже как-то все это раз и практически пропадает хотя вот такие длинные волосинки какие-то остаются наоборот если мы сильно много делаем мы получаем такие структуры которые проявляются уже на больших углах это на мой взгляд совершеннейший перебор поэтому вот где-то около пяти здесь можно остановиться и вот тут важный момент что вот эти параметры они в общем-то не являются какими-то магическими числами даже для данных изображений это просто какая-то эстетика которую я вот прямо сейчас может быть завтра мне будет как-то другое ощущение считаю приемлемым для любого другого изображения даже солнечной короны для другого затмения или даже для этого самого просто другим масштабом с другим переходом градиентов там допустим внутренняя корона более лучше проработана может быть потребуется это изображение поменять поэтому именно что надо подбирать при этом не переборщить дальше что касается радиуса смещения но если мы поставим в ноль мы получим вот такую штуку которая тоже в общем-то отлично выделяет эти стримеры вплоть до того что вот такую картинку можно было показать какому-то алгоритму допустим компьютерной обработки он бы четко там отделил где они то начинают скончают все померил но на глаз выглядит страшновато поэтому стоит оставить какое-то смещение которое даст нам ну вот такую какое-то отдаленное подобие того что мы можем ожидать картинки ну и найти некий оптимум опять же хотя вот если сильно задирать у нас картина растворяется потому что эти смещения замывают то что мы там выделили ну вот предположим я где-то остановлюсь вот на такой какой-то версии может быть на такой и нажав на смысл англс и не чуть-чуть подождав видите сразу как дольше фильтр обрабатывает что он где-то там наверно десяток или пару десяток версии работ делает промежуточных углов а не крайние значения как в этом случае мы получим более плавную версию естественно это не фотография затмения потому что вот внутренняя корона ушла в черный это именно те особенности внешней короны не пересвечены которые можно подчеркнуть вот таким вот фильтром вращающим изображение вокруг центра солнца грубо говоря и собирающим контрасты радиальную такие тоненькие фильтр доработает изображение сильно не изменится она просто станет чуть 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 плавнее своих каких-то на там градиента где-то там что-то вылезло да ничего особо не вылезло ну вот то есть теперь это вот такая вот картинка которая ее можно попробовать по покрутить по контрасту например вот инстаграму потом чуть-чуть черный цвет восстановить может быть может быть ярче сделать центральные области что это они такие темные на ну и как-то вот обойтись с гаммой собственно ну опять же говорится по вкусу вот получилось такое такая штука который там что-то можно делать если охота все-таки подчеркнуть именно корону на картинке затмения но можно пофантазировать можно банально вырезать в каком там гимпе фотошопе взять эту картинку и вырезать центральную область короны исходного изображения их совместить там с масками без масок либо даже вот банально использовать это изображение просто как подложку выбрать там имидж комбайн это имидж и сложить с предыдущей версией до выделения вот этой вот особенности короны мы получим картинку где несмотря на такую центральную область не очень красивую явно чуть-чуть такую подавленную внутреннюю корону ну в общем то более заметную корону внешне хотя конечно контраст тот который мы достигли фильтром ларсона сиконина здесь растворился чуть-чуть в исходной короне но он кстати говоря все равно больше чем то что мы видели вот на исходном изображении 6 она вот она как здесь выглядит вот она как выглядит после сложения с тем что там у нас вылезла из ларса насекания этих как-нибудь рядышком поставим второе изображение уже не такое страшное здесь есть какая-никакая внутренняя корона в то же время здесь есть гораздо более подчеркнутая корона внешне и в принципе можно там еще чем поэкспериментировать например с фильтрами повышения четкости ну за там какой-нибудь банальный шарпенер самый простой но только на больший радиус вон там работ так нет давайте попробуем вивлетовый фильтр фильтр настроенного для выделения для работы то есть не как не как фильтр шума наоборот как повыш повышатель четкостей при определенных настройках конечно артефакты лезут кучей но силяви можно добиться еще большей заметности этих там корональных стримеров всего остального ну вот дальше опять же там какое-то тонирование может быть ну вот как то так то есть в принципе имея изображение со слабыми вот такими градиентами по кругу вращательными градиентами можно их здорово усилить с помощью фильтра ларса насеканин в общем успехов спасибо за внимание